так все мои крошки села в машину позавтракала смонтировала вам видео не успела его выложить она выводится поэтому сейчас я пойду на ресницы только потом когда приеду уже не получится в 12 часов выложить выложу позже часов 3 вот и и и и и все короче надо сделать ресницы хотя они еще нормальные на самом деле я записалась уже прошел месяц по-моему и нормальные я бы вот так еще и ходила но я записалась поэтому надо пойти их и сделать пусть будут свеженькие весь следующий январь я кстати записана на 11 часов ехать мне ну блин 20-25 минут все зависит от дороги еще какая вообще могу за 15 доехать но вот у меня еще не спешат на 5 минут то сейчас без 15 11 это у меня 15 минут если свободная дорога то я доеду а если нет то опоздаю ровно 11 часов как получается ехать мне сюда если свободная дорога ровно 15 минут вот мой дизи-лофт чехова 42 самый центр ростова-на-дону смотрите кстати в дизи-лофт хорошая такая идея тут просто идет столешница вот такая да а сюда уже можно и стиралку засунуть и еще что-то да вот я домой смотрю и вот красиво тоже как-то сделано вот идеи повсюду вообще мне очень нравится вот этот вот как это называется стиль ну что я уже успела снять для вас видео которое будет наверное первого числа вкусняшки с вкус вилл а может и раньше даже будет а будет сняла вам уже вкусняшки которые уже на канале моем с мамой снимали вкусняшки сейчас все собираю и бегу за малышом параллельно еще делаю дела наш новый бизнес процветает потихонечку приготовила вот вкусняшки рафаэлки всем и консьержки и всем нашим воспитателям сейчас уже бегу за малышом обуваюсь и мы потихоньку будем готовиться к новому году опачки я смотрю мамы мама у тебя чё шапочка новая с жемчугами не видела да я в ней уже приходила не раз давно она у тебя я не видала чё настроение нормальное настроение новогоднее новогоднее я сейчас вот еще до убираю чтобы у меня здесь был идеал я люблю порядочек отлично я люблю когда мама у меня в гостях мама притащила винегрет мама оливье притащила я пару ложек съела она говорит курица есть она ее запекла открывать скорее курицу я решила что одного раза не будет конечно да это все вредно оливье вот это вот мне страшно пару ложек не беда давай по ножичке съедим да ты без масла это делала ну запекла в духовке то хотя уже сегодня все равно я оливье уже съела две ложки поэтому без масла тут просто запеченную посолила покерчила и все давай сюда девочки время сейчас половина седьмого вечера мы проголодались гип не поправишься за один раз мы проголодались и решили пока наш стол вот так вот оливье в банке винегрет пластмассовой в банке денька окупается мы вот кушаем мало вот возмущается что чё это в 12 часов вот новый год почему нельзя перенести на вечер чтобы кушали пили все вечером а гнасти уже спали и грима так это все в наших руках давай сейчас покушаем и говорю она 12 часов мы может даже и уснем а если не уснем но посмотрим салюта и выпьем бокал шампанского или чаю нам салют не даст спать мы все равно спать не будем дело в том что просто не хочу ездить 12 часов ну да обычно мы ночами есть не хотим поэтому мы решили сейчас плотненько поесть а на вечер оставить легкий перекус вот а вот моя кися мурыся привет как дела хорошо ты что делаешь купаешься время 2121 вот такая вот нумерология у нас чем мы занимаемся я смотрю ли ленн последний влог она тут готовит к новому году от 30 числа она готовит какую-то селедку ну типа селедка под шубой как я поняла только там не селедку она использует а форель вот и очень вкусно и она уже второй раз так готовит вот я сейчас смотрю тоже хочу приготовить все все пошагово рассказывает как чё тут выглядит очень вкусно но тут много майонеза много майонеза может быть его чем-то можно будет заменить мне вот но вообще идея классная именно место селедки использовать форель денечка смотрит мультики вот пожалуйста он сегодня на удивление такой ласковый зайчик прям подходит и целует меня вот бабуля наша пьет кофе потому что она говорит ай было не было выпью кофе полдесятого все равно спать еще не скоро да не переживаешь что вдруг ты не уснешь в полночи хоть телик а так нельзя смотреть обычно теле кто завтра малыша утром станет а по телику мы смотрим сейчас отключила звук но вообще мы смотрим вот ретро и вот там у нас песни всякие старинные взрослые умудренные опытом мужчины и женщины поют вот в общем вот так мы сидим 21 21 я думаю что мы ничего не будем накрывать на самом деле уже реально даже не хочется хочется скорее уложить пацана через полчасика то он сейчас покушал допивает молоко он кашку поел йогурт уже поел сегодня бутерброды поел фрукты поел короче пацан не голодный сейчас пойду его укладывать спать потихонечку вот он ляжет спать и мы с мамой уже включим какие-то программы если не будет ничего интересного может мы даже залупим какой-нибудь фильм прикольный вот старинные мама говорит старинные фильмы будем смотреть а может она старинный фильм будет смотреть а я сяду какой-нибудь фильм гляну вот например фильм советник я хочу посмотреть люба недавно моя подружка с москвой stories выставила там кусочек из фильма мне так понравилось там кэмерон диас моя любимая она такие такая она женщина там такие слова интересные говорила я сразу говорю что за фильм она говорит советник называется плюс 12 обезьян мой любимый советует этот фильм посмотреть ему очень понравился это сериал два раза он уже его пересмотрел и говорит прям классная сюжетная линия прям круто-круто он же меня скачал весь первый сезон и я буду смотреть вот не знаю когда начать может быть и в этом году начну короче такие дела кайфуем просто лази в интернете думаем тут клеить или не клеить все таки линолеум к полу в общем у нас всякие такие заботы фантазирую насчет кухни так сложно самая главная комната это вот эта кухня студия и не знаю как там чего где распределить расположить вот у нас головная боль все остальное как бы более-менее известно и понятно как будет в общем этим и мы и занимаемся в 21 21 попозже вернусь скажу что будем делать дальше как только чуть изменится пока что мы так вот сидим и тупим еще вы думаете только малого уложила пять минут до нового года послушали президента чокнулись и вот уже салюты бьют смотрите как красиво у нас салюты со всех сторон а там вот у нас справа театралка все в салютах в общем вот мы и смотрим любуемся и снимаем и снимаем и одна снимает и вторая снимаем да красота для бота а я сейчас лежала пока мало поукладывал думаю блин я слышу там соседи наверху уже там что-то кто-то стучит громко кто-то что-то делает и это подумал боже как хорошо что у нас нет гостей сейчас вот эти 12 часов закончится и мы можем лежать спокойненько в тишине чем ближе тем удивительнее и вон еще тоже рядом с нами на дороге очень красиво мы любуемся москве тоже был очень красивый салют в общем наслаждаемся увидимся попозже ну что мои хорошие вот и наш день подходит концу сейчас начало второго я сейчас вот у меня приложение с фильмами с сериалами сейчас я начну смотреть вторую серию сериала содержанки мне очень понравилась первая серия я продолжаю смотреть спойду в кроватку мама уже на бачке дэнька уже спит в общем увидимся завтра и самые основные какие-то приготовления наверное тоже будут завтра закусочки и так далее сегодня мне конечно в этом смысле согрешила я выпила сок у меня прям просто был сушняк я выпила сок и его пить мне не надо было я съела две ложки оливье их мне есть не нужно было ложку винегрета тоже не надо было есть и и шампанское да где-то попал пол бокала я выпила да тоже не нужно было пить хотя она брют ну вообще его не надо было пить лучше бы текилы махнула вот но в итоге ладно завтра уже как без первого числа утром я уже начну снова здорово питаться и на весы не встану боюсь просто ай да ничего не будет ну ладно посмотрим мои ожидания что я буду весить 56 килограмм больше пятидесяти шести насколько я сегодня весила я не знаю последний раз я взвешивалась 55 с половиной мама греша все что сегодня съела на вес мы не повлияет но ты знаешь сам факт мам что я поела не это вредной еды короче не хочу вредно есть я хочу я хочу есть полезно все спокойно и завтра увидимся ну что мои хорошие доброе утро 1 января я какая-то вся вообще как-то вообще не могу в себя прийти не в себя я не в себя не себе лежу даже кофе не могу пойти сделать мама стало еще 8 часов ее денька разбудила он проснулся такое главное что-то я вышла короче в ванну возвращаясь он такой встает недовольный начинает меня это ну типа хлопать офигела типа ты ушла и груза я уходила сейчас вот пришла все лезем спинку он такой недовольный такой что встал хлопнул дверью пошел лег бабушки это как встала посмотрела филочку они лежат там в обнимочку думаю ну ладно теловой вообще и раз я ушла вышла на секундочку все время мое ушло вот но мама сказала что они 8 часов встали я не знаю во сколько он это встал но а он не спал уже да то есть 8 часов ну значит 8 часов это он уже пришел к ним вот а мне до 11 дали поспать но тем не менее он уже в один пришел с коробкой начал там греметь и коробка своими игрушками строить что-то звать меня до сих пор вот гремит вот я встала такая встала тент включила вот сижу просто и туплю на самом деле вот но сегодня сейчас я уже сделаю себе молочко у меня остались еще панкейки ты кстати попробовала панкейки которые готовила мам панкейки которые готовила понравились понравились остался один там сейчас я с ним позавтракаю и попью кофе вот может более-менее проснусь меня на прям взбодриться но даже чтобы взбодриться лень подойти кофеварке вот мне тоже надо монтировать видео хочу вам чего-нибудь снять хочу вам чуть смонтировать а вот сегодня не знаю первое число я не знаю даже какие планы первое число мне кажется все тупо отходят если в гости даже ездить это нужно со второго числа а на улице дождь мама гордить короче говоря сейчас я сделаю себя кофе и доем панкейки если что-то в моей голове изменится настроение или силы прибавится кстати сосиски которые я купила вкусвилл очень классные прям хороший состав детские дынька не стал есть даже не стал пробовать я ему и так и сяк и понюхать и уже хотела силком в рот запихать чтобы он хотя бы попробовал ведь он просто наотрез такой нет и все думаю ну ладно так что сосиски нам не прут сейчас два часа дня я смонтировала видео дымка вокруг меня плясал требовал моего внимания и вот мы лежим теперь до вытребовал вытребовал внимание дэнка уже с бабушкой постирались до да не развешивал белье помогал бабушки умничка сейчас выводится у меня фильм у меня на самом деле навязчивая идея целый день поехать в леруа купить белую водоэмульсионную краску и начать красить стены я такая готова но все равно первое число как-то на себя дают дают на себя что-то что может быть лучше завтрашнего дня на сегодняшний так бы я такая вот мне чуть-чуть чуть-чуть пинка какого-то да и я уже выкрасилась да чё-то у нас нос немножечко сопливит да кашлял чё-то всю ночь сегодня но это из-за носа вот когда ребенок кашляет я ну я же понимаю что у него с носом что-то на забиты я начинаю промывать закапывать закапываю только с нупом вот а уже переживала всю ночь говорить может что-то болит давай дадим ему обезболивающее я на самом деле ну как бы не спешу давать кучу таблеток каких-то обезболивающих тем более у меня интуиция и знание и опыт со своим ребенком я знаю что но в носе дело сейчас я ему нос освобожу он задышит и он и кашлять перестанет и прекрасно уснет так и так и сложилось и обошлись без обезболивающее но обезболивающее если там норофен мы даем вот так вот и сегодня прекрасно себя чувствует нормально но сопливит немножко по что на улице погода такая холод какой-то ветер такой стрёмненький поэтому может быть немножко где-то просквозило но температуры нет ничего нет ну что 1 января решила я еще выйти все-таки в леруа и деньку собой взять прогуляться с ним привет он сейчас скандалил немножечко потому что у него забрали его любимую песню чучула все свои телефоны он разрядил ни один телефон не работает взял мамин чуть мне там что-то не купил на 300 рублей непонятно чего и вроде бы успела успела выбрать телефон из рук вот и все сказал никаких чучула пойдем вот он истерику закатил вообще мне кажется на телефоны все просто спрятать вот прям сегодня у меня такое решение спрятать все телефоны и планшеты будешь играть в кубики деревянные понял понял что кубики деревянные вот ладно едем сейчас в леруа хочу купить краску водоэмульсионную какой-то я красила в своей старой квартире я красила стены в белый и здесь они немного такие не выровненные белые поэтому на первое время я хочу просто белый холст везде все выкрасить в белый однотонный цвет а там уже дальше ваять может какая-то стена у меня будет там а по одному задекорирована другая по другому но в процессе уже придумают потому что сейчас я вообще ничего не могу придумать и для меня если ничего не могу придумать то это просто белый белые это то что я люблю он мне не надоест я забыла естественно свою камеру sony для влогов поэтому на телефон немного снимаю как всегда город просто пустой первое число я говорю весь город спит дороги пустые людей на улицах нет сейчас еду и думаю о том что интересно в торговом центре я когда-то помню работала в торговом центре 1 числа по моему даже 31 и 1 я работала сама вызвалась потому что хотела чтобы люди отдохнули а мне все равно делать было нечего помню новый год сам новый год я отметила со своими друзьями парня у меня тогда не было давно это было я работала продавцом-консультантом в adidas в торговом центре метрополис москве вот и там я вышла до первого числа но мы работали мы начали с 11 часов по моему и до 22 или даже до 11 работали так что посмотрим как у нас тут мы с дэнни на парковке нашли рояль но только у него не работают кнопки о день вот смотри работают вот эти у него кнопки работают через через одну через пять давай день играй молодец представляете печальная печаль лера закрыт вообще в горе завтра работает сказали ну дэйна тогда просто просто гуляем нету телефона реально блин попрячу все телефоны такой грязный весь валяется все время ну пойдем в детскую какую-нибудь еще не кашляй ты больше это притворяешься я знаю он когда привлекает мое внимание он начинает кашлять знаешь что когда он кашляет я сразу что случилось почему кашляешь в общем прогуляемся народу нет в торговом центре как нету сейчас покажу так как в будний день все такие сонные какие-то вообще необычно вообще необычно первое число как бы ты в курсе что все вчера гуляли все немного вареные какие-то просыпаются только ладно будем посмотрим может там чуть прикольная для нас подготовили для нас именно чтобы вы понимали а шанс тоже закрыт вот таких вот снеках и не знаю как правильно называться но вот закусочки такие я вам говорила то здесь вот кукурузный хлебец которые показывала вам да креветочка сыр рикотта низкокалорийные и вот с креветкой я положил огурчик а с рыбкой лососем я положил помидор ну иди попробуй я сначала с креветкой да я ты хочешь попробовать бабушкин телефон нельзя трогать мир от меня уже получились еще вкуснее даже чем я думал сейчас рыбка попробуем еще один вариант придумала это вот копченая идейка грудка сырокопченая сыра вяленая там я показывала вкусилу покупала это же вот сюда прям не хочется ничего добавляет не огурчиков ничего прям вот так классно а еще даже будет вкусно без сыра смотрите что еще придумала положить допустим вот сюда по кусочку нашего огурчика немножко посыпать вот этими семенами вот они которые вам показывала я купила для салатов вот так вот так немножко кстати очень удобно хранить полностью помещается весь пакетик за 49 рублей в этот из фикс прайсов такую штучку и я вот так делаю смотрите накрываю 2 вот так сверху и кушаю вообще вкусно ну что мои хорошие время 8 часов вечера я иду день укладывать спать мы только что с мамой посмотрели фильм советник обе не поняли вообще чё к чему о чем фильм хотя там очень много известных актеров снимается пенелопа круз моя любимая и камеран диас моя ненаглядная даже брат пит снимается там но это фамилия тех кого запомнила ну и много других известных актеров которые вы наверняка знаете но что-то я вообще с фильмом мы смотрели его пытались понять о чем вообще и в конце как бы думали надеялись что будет развязка в конце но что-то тоже ничего не поняли в итоге какой-то такой осадок такой чем время потратили зря могли бы что-нибудь поинтереснее да все сейчас день укладывать я пока сериальчик себе включу он будет засыпать вот ну и завтра день завтра я точно в леруа поеду за краской и завтра точно блин буду красить здание или нет это я уже не знаю так что наверное на сегодня уже спокойно всем привет сегодня второе число я сегодня с утра с хорошим настроением большими планами еще решила с утра порадовать моих малышей маму в общем и сынулю панкейками по что маме тогда остались уже панкейки не ну как бы не свежие делала позавчера допустим а сегодня она пробует и конечно в холодильнике там все застывает это уже не то сейчас я сделала свежие еще из кукурузной муки сейчас она будет пробовать их вот такие панкейки вот это вот с кокосиком я покажу еще раз в stories снимала показывала вот такая чика это кокос и арахис без сахара вот сверху кокосовая стружка это уже показывала на своем втором канале у меня есть эти панкейки на овсяной муке делаю все то же самое только на кукурузной сегодня сделала и яйцо одно добавила вот и вот такой тофи джамбу он очень мягкий воздушный смотрите он прям вообще воздушный как будто крем взбили очень классно маги пробуй какой какой пробовать а выбирай какой хочешь а что с чем хочу но вот это вот все это тофи это нежный такой воздушный крем ну как бы знаешь он как не знаю как с карамелью но вообще воздушный такой вот ну как бы этот точно тебе понравится ты уже пробовала, только не только что приготовленные. А вот это вот арахис и кокос. Ты арахис не очень любишь, но можешь укусить, а остальное я доем. Попробуй, хочешь? С какого? Начать? С любого. Вот эти одинаковые, да? Да. Можно брать любую? Да. Я сделала по три штучки, чтобы как бы не обжираться. И в рот помещалось. Ну да, горяченькое, вкуснее. Да? Угу. Ты прям так аппетитненько ешь, и я захотела. Деня, иди кися, да. Иди кися, да, мама даст тебе все-то вкусное. Иди куси. На старелочку за стол его посадить надо. Денька, чтобы он не вымазался, я ему просто одну вот так вот смазала карамелькой. И все. Он вообще так у меня эти панкейки любит кушать. Просто. Иди сюда, сейчас остынет. Кусай. Ну, куси. Ну, попробуй хотя бы. Так. Куси, куси. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, а кусай. Че ты облизываешь? Кусно? Кушай, зайка. Вкусно, да? Сопливая моя мордочка. Ну все, набери, кушай. Ну что, мои хорошие, накормила моих ребятишек, оставила их дома. Ребятишки это мама и сынуля. Мне мама тоже как маленькая иногда. Особенно, когда я забочусь, что-нибудь делаю, готовлю. Что редко бывает. Вот. Оставила, в общем, их вдвоем, потому что сейчас мне нужно промчаться по магазинам, которые я хочу. И в фикс прайс заглянуть, и еще заглянуть. И в Леруа надо съездить. Хочу краску купить. И сегодня уже что-то покрасить. Кто-то из девочек, кстати, мне говорил, снимай побольше в Леруа Мерлен покупки, потому что у нас у самих скоро ремонт. Вот. Ну, я постараюсь, как бы. Вот. Но не обещаю. Кстати, хорошая новость. Я не знаю, говорила я или нет. Я уже забываю, что я говорила. Я так не хотела взвешиваться первого числа, потому что я позволила себе две ложки жалевьи вот этого, там, и так далее. Но в итоге мама говорит, да, ничего не будет, ничего не будет. Я думаю, ну, ладно, я же помимо Оливье-то еще мы и ночью ели в 12 часов, а потом еще, мне кажется, там в 3 часа. Ну, как бы я люблю ночами поесть, но радует то, что какую еду я ем. То есть радует это хотя бы, что я не ем хлеб, там, да, вот бутерброды, какие-то плюшки, какие-то сладости, где много сахара. Вообще, как бы сахар не ем. В общем, скоро будет видео, потому что я достигла своей цели. Сегодня взвесилась, забыла вам, уже начала пить кофе, и все, забыла вам взвесить. Ну, завтра утром, может, взвешусь. 54,8. 54,8, но минус одежда, 54,7, 54,6. Это очень крутой результат, причем неожиданно для меня, особенно после Нового года. Вот, теперь я могу смело снять отдельное видео, показать вам до и после, потому что я реально снимала до и после. Единственное, надо чуть-чуть подкачаться. Вот сейчас как раз я не занималась, просто последние дни. Я сначала начала заниматься, когда худела, а сейчас вот не занимаюсь и просто худею. Вот, но чуть-чуть надо подзабиться, так, чтобы вам вообще показать, да, мужцу подзабить, налить ее, чтобы вам показать хороший результат до и после. Вот, и скажу тогда, что с чего я начала, как объедаться и худеть. Вот, в общем, все знания, которые я знаю, я вам передам и покажу результаты. Вот, я счастлива. Это один из лучших подарков сама для себя на Новый год. Это достичь своего результата в весе. Вот, ну, в принципе, я не останавливаюсь. Я всегда весила, ну, я говорю, у меня всегда вот в Москве 50 килограмм было. Потом уже максимально я поправилась до 55 здесь, в Ростове. И как бы держался этот вес. А потом в какой-то момент я просто вообще начала есть и вкусняшки меня прорвало. У меня целый, я же говорю, целый этот огромный ящик с вкусняшками с этими были. Я их и днем, и ночью как бы любила точить. И плюс вот это вот молоко каждый день, да, и с сиропом. Я думаю, что все это, все это сказывалось, потихонечку накапливалось. И в итоге вот до 61 я набрала, да. Сейчас я скинула, считай, 6 килограмм. И молодец я, молодец. Не отказывая себе практически ни в чем. То есть я наедаюсь и ем, продолжаю свои сладости. Просто правильные сладости. Правильную еду. Все, сейчас еду в Леруа. Ехала всю дорогу. Была свободная вообще дорога и свободные улицы. Сейчас на повороте в Мега. Посмотрите, какая пробка. Просто ни с того, ни с сего. Я переживаю, что сейчас там будет столько народу и очереди именно в Леруа и Ашане. Че они все... Может, там авария какая-то? Блин. Реально, может, все в Мегу ломанулись 2-го числа. В кинотеатра в Меге нет. Че там делать? Только покупать что-то. В 2 ряда мы заворачиваем в Мегу. Офигеть. Я реально ничего не понимаю, потому что, вот честно, такой пробки даже в выходные дни нет. В субботу и в воскресенье. Я не понимаю, сколько сейчас будет там народу и вообще куда они все. Сейчас выясним. Че вам сказать? Люди реально попросыпались. Я еле припарковалась. Все в Леруа. Короче, народу в Леруа много, как всегда. Я забываю снимать все. Подошла сейчас к продавцу-консультанту и спросила, какую красочку мне выбрать. Мне нужно просто белой краской зафигачить все стены. А потом я буду уже выдумывать. Я сейчас зашла кое-куда, где всякие плиты там есть, деревянные. Кстати, мне очень хорошо было бы сделать декор какими-то плитами где-то деревянными, чтобы не было вот такого эхо, чтобы немного звук съедался, чтобы я могла снимать нормальные видео. Но это потом. Но пока что мне надо покрасить все в белый цвет и выровнять стены. Вот он, короче, многообразие красок. Он мне просто сказал, что вот эта вот влага, ну, что влажной тряпочкой можно вытирать, если что, я взяла. И взяла я фирму, вот их, Леруа, Леруавскую, Леровскую, Люксенс называется. Вот такая, большой бидон вот такой. Стоит 1100 рублей на 50 квадратов в два слоя. А зачем мне сейчас что-то дорогое брать? Ну, он говорил, что вот Делюкс лучше. Вот такая Делюкс. Вообще хорошая. Потом еще есть вот такие какие-то марки. Ну, вот они дороже сразу стоят. 1700, 2600. Ну, типа, они лучше. Ну, а мне-то зачем? Сейчас мне это не нужно. Я думаю, что я вообще на эту стену потом буду еще что-то клеить, и все, оно будет закрыто. Поэтому мне как бы пока что вот цена-качество. Вот. 1100 рублей. 1165. Вот. Вот его и взяла. Так, зашла еще. Долго не хочу задерживаться в Леруа. Зашла, смотрите. Вот мне нравится плитка, в принципе, вот эта вот. Она недорогая и, в принципе, классная. Но по цвету вот мне прям идеально подходит. Такая под мрамор, но не ярко выраженный такой, а немножко бледноватый. Но еще мы смотрели разные дизайны, и мне, честно говоря, очень понравилась плитка. Крупный кирпич. Сейчас покажу. Ну, вот такой, например. Не знаю, здесь даже стыков не видно. Сделали. Вот. Видите? Крупная. Вот нам с мужем понравилась. Она матовая, кстати, а та глянцевая. Мне матовая нравится больше. Ну, вот и цвета красивые, которые мне бы хотелось. Блин, цены сразу на порядок выше. Вот такой я не хочу здесь, чтобы не застревало ничего. Не дай боже. Ну, если наверх, конечно, оно и не застрянет, наверное. Блин, вот классные какие. Блин, вот эта настенная плитка 900 рублей стоит. Она дороже в два раза, чем ту, которую я на пол купила. Вообще дорого. Но она такая приятная. А, ну вот серая. 441. Но мне этот цвет не подходит. Вот, кстати. Вот, кстати, более-менее к той подходит, да? Только это большие плиты. Интересно. Вот такая вот еще симпатичная, кстати. Очень-очень. Она уже дешевле стоит. 419 настенная. Уже мне подходит. Красивая. Смотрите. Здесь даже вот так можно еще красиво украсить. Слушайте, керамогранит. Офигенно вообще. Мне нравятся. Красивые цвета такие. Я не пойму. Это не совсем плитка. Она не должна быть холодная на пол. Надо узнать про керамогранит. Кто знает. Я вот плитку не хочу. Именно потому, что она холодная. Я не люблю холодная. И подогрев я не хочу делать. А вот здесь я сейчас строгаю. Она не такая холодная, как плитка. И смотрите, вариантов куча. Керамогранит. С чего она, интересно? Спросила сейчас у продавца. Говорю, что это? Кажется, что это как будто дерево. В общем, керамогранит, он говорит, это то же самое почти, что плитка, только более износостойкая, более морозостойкая. Вот. А по вот этим вот характеристикам, что холодная там или еще что-то, говорит одно и то же. Вот. То же самое. Вот она плитка как раз здесь, которая мне понравилась. Прям шикарная. Хочу ее себе. Хочу ее. Здесь, кстати, нет на плитку цены столешницы только. Да, она. Совершенно не хочется гулять по Меге с таким количеством людей, так что я быстрее бегу домой. Что, я на своей квартире. Ну что, это я такая, блин, лампочку хочу здесь воткнуть другую. Тут я к чему? Я покрасила вот эту всю стену уже. Вот краска. Как видите, у меня здесь все. Тут я краску разлила, там я краску разлила, тут уже высохла, я разлила пол-литра воды. Короче, вот. В общем, вот эту стену я покрасила вокруг, вот эту покрасила. Сейчас хочу еще вот это и вот это покрасить, докрасить, и все уже. Это будет один только слой. А завтра покрашу второй плотный слой. Сегодня только первый у меня здесь везде. Ну мне нужна лампочка поярче. Привет. Что-то я нормально прикрутили так. О. Ну, лампочки, это с детства мама нас научила менять. Это не проблема. Так. Я сильно не закручиваю лампочку. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ладно, пошла покрасить второй стену Всем привет! Доброе утро! Добавил субтитры DimaTorzok 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 Детский закапывал, он спокойно уснул. Сегодня, например, я его тоже разбудила, сразу уже на зевином его, ну, он начал что-то шевелиться, там я его обычно в туалет вожу, и носик закапывала тоже. Ну, уже сегодня получше. Но раз поднялась сегодня температура, это значит, что организм начинает сопротивляться, иммунитет работает. То есть температура, это хорошо, когда температура считается, потому что организм начинает сопротивляться. Ну, температура сейчас невысокая, 37,7, до 38,5 мы вообще ему ничего не даем, никаких лекарств, никаких повышений иммунитета. То есть ничего, мы просто наблюдаем и продолжаем обильное питье и промывание носа. Буду держать вас в курсе, может быть, уже даже со следующего влога, хотя посмотрим, этот уже надо выпустить завтра. В общем, сегодня будем наблюдать, сегодня я вам скажу какие-то подробности, да, вот как мы лечим, вот элементарные какие-то такие моменты. Выпадает это как раз у нас на праздники, у нас садик только 8 числа начинает работать. Я думаю, за праздники мы его проведем в порядок. Все. Сейчас я еду, кстати, посылку надо получить, по-моему, косметика какая-то мне пришла. И еду красить стены. Уже не дождусь, блин, когда я их покрашу, и начнем потихоньку. Мы каждый день с вами с утра до вечера фантазируем, что и где у нас будет, и как нам нужно быстрее перетащить вещи. Пошли, поехали. Ну что, что у нас здесь? В принципе, белый фон есть. Да ёперный театр, да. Да чего я вот под ноги не смотрю? Вот чего я под ноги не смотрю? Да банку просто убрать от меня надо, ну реально. Вообще, трындец какой-то. В общем, второй слой тут необходим, я вижу. Обязательно. И даже внизу, там я думала, что белая, нет, нифига. Короче, второй слой делаю, не разбавляя краску. И все будет зашибись. Тогда начинаю работать. Вчера я, кстати, делала черти как. Сейчас я уже делаю по правилам. В общем, я сначала промазала все углы кисточкой. Все четыре угла. Все моменты, где у меня не достанет валик. Вокруг розеточки по второму кругу сделала. Вот здесь все сделала то, что кисточкой надо. Вот. А теперь беру валик и все остальное как бы закрашиваю. Все. Наконец-таки будет второй слой. Вечером либо позвоню брату, чтобы он приехал, мне помог. Видите, лицевой стороной. У меня линолеум лицевой стороной сделанный. А это значит, его нужно будет переворачивать. И я вот думаю, его сначала, сначала его нужно поднять и разворачивать. И его, короче, как-то вот... Вот это плохо, что сделали. У нас два идет лицом завернуто, а два идет внутрь завернуто. Вот что не завернуть сразу внутрь? Все вообще косяк, короче. Надо аккуратно, чтобы его не повредить и разворачивать. Но вдвоем, потому что он очень тяжелый, его в любом случае нужно переворачивать. В общем, все. Начинаю работать валиком. Ну что, мои хорошие. Полтретьего я начала работу. Сейчас пять. Я ее закончила. В этой комнате все. Стены покрасила. Стены не идеальные. Они должны быть под шпаклевочку. Вообще, по идее, еще надо шпаклевать. Можно было бы наклеить обои, типа рогожки или еще что-то. Вот. Но я не стала этого делать, так как я люблю, блин, крашеные стены. Плюс, так как я буду здесь снимать, у меня еще будет куча разного декора. У меня уже есть идеи, как декорировать. Здесь будет шкаф большой. Там будет у меня кровать, хочу, с высокой такой спинкой задней, да. Плюс сзади будет какой-то декор. В общем, много всего. Вот так визуально, ну как бы не видно, стены ровные, хорошие, да. Но если уже присматриваться, вот. В общем, будем видеть в дальнейшем. Тем более розетки у меня, видите, сейчас по одной розетке. Мы будем все делать по две розетки. И когда вот здесь будет кровать, то вот здесь, с другой стороны, я еще сделаю две розетки. А для этого надо будет штробить. Штробить, все это как-то зашпаклевывать, да, и опять красить. Поэтому я не стала обои клеить еще из-за этого. Плюс, я считаю, что если вы не знаете, и у вас нет готового дизайн-проекта, то просто, короче, водоэмульсионка и там линолеум, да, не жалко. Реально, вся квартира 35 тысяч. На самом деле, это, ну, когда денег нет, то ты думаешь, да, там дорого, что-то высчитываешь. Но по большому счету 35 тысяч на всю квартиру, это не деньги там по большому счету, да. И если уже брать какой-то дизайнерский проект в будущем, то, в принципе, этот линолеум тоже можно будет куда-нибудь деть. Даже, опять же, своим родственникам куда-то. Клеить я его не буду именно с этим расчетом. Вообще, я его взяла надолго, он мне нравится, он хороший. Но если что, ты уже хорошая, что-то отдаешь родственникам, да. Я думаю, они с удовольствием заменят, если у них, конечно, не что-то хорошее, да. Вот, это раз. Плюс, стены всегда после водоэмульсионки тоже можно. Да хоть и шпаклюйте потом, мне кажется, да, водоэмульсионка, она никакого. Ну что, мои хорошие, я дома поработала сегодня. Чувствую себя прямо это разнорабочим. Реально забились все мышцы. И вообще, у меня батарейка села, на самом деле, я там что-то хотела сказать, уже забыла. Ладно, в следующих видео, если что, скажу обязательно. И не могла не закончить влог с чистой головой. Потому что два дня я красила вот это вот. И прям думаю, голову не буду мыть, потому что всё летит. Я на самом деле вся, вот, уже отодралась, пока мыла. У меня все ногти, руки были все в этой эмульсионной краске, водоэмульсионной краске. Поэтому и на лицо всё, и на волосы летело. Поэтому я хотела уже докрасить хотя бы одну комнату, искупаться нормально. Вот. Я с вами прощаюсь. А, у малого сейчас поднялась температура, тогда было 38,7. Мама дала ему норофен 5 кубиков. Всё нормально, веселился мальчик. Сейчас под вечер уже начали ложиться спать, у него температура 39 с копейками поднялась. И мы ему дали на ночь норофен, закапывала я носик ему на зелином, так, чтобы уже точно там всё свободно было и не беспокоило. И я думаю, что он должен проспать всю ночь, вот, и не просыпаться. Но там видно будет. В общем, сейчас пик температуры, мне кажется. Ещё завтра температура будет, я думаю. Потом должна пойти на спад, по идее. В общем, будем наблюдать. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там я всё говорю ежедневно. Буду рассказывать, как проходит простуда Дэнкина. Ну, а я с вами прощаюсь. Люблю вас, целую. До следующего видео. Пока. Пока.